Слават Юлаев Да, заигрались, получили четвертый гол, а пока пережали четвертый, получили еще и пятый, что в общем-то так смазал общую картину об игре, хоть она вот так уже шла к тому, что мы проиграем. Но это не было предопределяющим фактором проигрыша. Уфа, скажем так, по сравнению с нами немножко другого уровня команда будет. И чтобы выиграть в Уфе, там надо многим фактором сложиться. Давать столько играть в большинстве, сколько мы сегодня дали. Даже несмотря на то, что вроде как до сегодняшнего дня мы неплохо играли в меньшинстве. Но большинство Уфы сегодня было гораздо лучше нашего меньшинства. И это предопределило исход встреч. Ну, у нас, мы пытаемся решить те проблемы, о которых я говорил на предыдущей, после прошедшего матча. Мы по-прежнему много работаем, но пока мало креативен в зоне атаки. Но очень важно, чтобы мы научились правильно обороняться. Сегодня иногда это получалось, иногда нет. Но я думаю, что мы движемся в правильном направлении. На самом деле, я согласен с тем, что у нас очень слабо... Ну, я не согласен, это просто факт. Мы не можем или плохо забиваем 5 на 5. Над этим мы тоже элементом должны работать. И мы это будем делать. Вопрос тренеру гостей Олег Чернов, медиакурсеть. О, читал вашу статью. Шедевр сегодня просто. Спасибо большое. По поводу вашего вратаря теперь вопрос есть. Вот сегодня две вещи, пожалуйста, прокомментируйте. Как он сыграл, на ваш взгляд, и его поведение, когда он уходил со льда и начал все, уходя со льда, крушить клюшкой. Спасибо. Играл как мог, а это я не видел. А по поводу что? А, не видели? Раз, еще вопросы. Николай Задимович, отсутствие Кирилла Кольцова, это дисциплинарная мерка. Это ротация состава. Спасибо, пожалуйста, еще. Селиканал Севуфа, Игорь Владимирович. Вот, сейчас. Не торопитесь. А что у вас перестроить в игре? Или это просто соперник так позволил играть? И насколько не хватало темы Хартиканина в предыдущих играх? Понимаете, моему коллеге удалось создать очень интересный, боеспособный коллектив, играющий очень остро на контратаке. Мы знали это, мы играли с ними совсем недавно. Я говорил вам после прошедшего матча о том, что две игры подряд – это репетиции плей-офф. Мне очень важно, понимая, как играет соперник, сыграть правильно нашим игрокам. И мне очень понравилось, как агрессивно мы строили оборону в средней зоне. Мы практически не дали возможности вот этим быстронападающим, вот этой отлаженной игре в контратаке команды «Лады» сделать ничего. Но в то же время, еще раз скажу, что мы пока недостаточно эффективно играем в атаке. Этот элемент мы должны усилить. А про Хартиканина, очевидно, к следующему матчу он будет готов. И мы посмотрим, как его используют. Владимир. Владимир Бакуин, чемпионат. Игорь Владимирович, сегодняшний матч был приурочен памяти Сергея Михайловича Михайлова. Какая-то дополнительная мотивация для игроков наверняка была тоже, да? То есть многие играли под его руководством в свое время. Тут же Григоренко, Соин, Сергей и так далее. Я не знаю этого. Это надо у ребят было спросить. Я не почувствовал ничего с этим. Ну вот вы будете так писать, вот такие шедевры, и у нас будет там два человека. Я больше не буду говорить. Я сказал хоккеистам, и я услышал весь негатив, который отходит игроков в сторону. Подобных журналистов. Я больше хоккеистам говорить не буду. Я сегодня честно обещал вам это сделать. Я это сделал. Ну один журналист, это один журналист. Ну вот один журналист, это вот все такие. Я не буду с вами дискутировать. Это не место для дискуссии. Можно один вопрос еще от себя задам? Игорь Владимирович, было интервью ваше по сборной, там по Рутенбергу высказывания какие-то. Это вы заимело последствия или нет? Это интервью было не по сборной. Там просто один журналист, к которому я с симпатией отношусь, приехал. Он всегда каждый год приезжает за одним-двумя интервью. И у нас такая обширная беседа. Это не столько интервью, сколько просто общение на хоккейные темы. Там не столько какая-то конкретика, сколько как я пережил тот период в Петербурге, то, что происходит сейчас здесь. Ну и в числе прочего, безусловно, был задан вопрос по сборной. И я сразу хочу сказать, что мы с Романом Рутенбергом прожили очень сложный в спортивном плане год. Мы выиграли кубок Гагарина вместе. И мы действительно с ним находимся в одной лодке и сейчас. Мы общаемся, мы разговариваем о перспективах российского хоккея. И у меня не было ни малейшего желания оскорбить его. Мне, напротив, хотелось сказать о том, что, может быть, я не очень четко это сказал. Так часто бывает, когда такое обширное интервью. Мне просто хотелось сказать о том, что Роман очень переживает за хоккей и иногда излишне берет на себя функции, которые не следовало бы просто в этом направлении делать. Но мы с ним товарищи по оружию, мы с ним единомышленники, мы с ним стремимся сделать хоккей российский лучше. Настолько, насколько можно каждый на своем месте. И поэтому он человек умный, и я не думаю, что он увидит какой-то негатив в моих словах. Спасибо за вопрос, кстати говоря. Спасибо. Что, друзья, спасибо. На этом все. Ждем вас в субботу.